друзья всех приветствую на торговой сессии среды мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал о маркет составляете ваши вопросы в секции с комментариями не забывайте оставить лайки сегодня думаю будет уместно начать с констатации серьезнейшего обвала и полноценной девальвации рубля если вы сейчас посмотрите на котировки пары доллар рубль то с открытия торговой сессии а прессинг на рубль который в ходе вчерашнего дня потерял практически полтора процента усилился и российская валюта против своих основных полетных конкурентов теряют уже больше двух процентов пара доллар рубль на пороге уровня 77 рублей за один американский доллар причин друзья у тактального сброса на рубля несколько во-первых это наследие скажем так информационная после кадровых перестановок в центральном банке турции которая заставила экспертов трейдеров и инвесторов задуматься о том как это событие может отразиться на активах прочих развивающихся рынков и может таким образом сложен сложиться условия при которых центральные банки все-таки дадут возможности расти инфляции без каких-либо корректива денежно-кредитной политики то есть основной посыл смены руководства центрального банка в турции было слишком участившиеся случаи и факты ужесточения монетарной политики повышение процентных ставок которые в принципе были логичны учитывая то что инфляция в турции практически достигла 20 процентов и рост процентных оставок это лучше инструмента для этого сейчас трейдеры полагают что мягкая экономическая политика а в тех условиях которые на финансовых рынках сложились и должна оставаться такой даже несмотря на наличие инфляционных рисков и центральные банки в будущем тысячу развивающихся рынков друзья в тысячу раз подумают прежде чем прибегать к росту процентных ставок а вторая причина это рынок нефти который продолжает валиться вчерашняя торговая сессия то минус 6 процентов по на бренду и да у тебя чуть попозже я прокомментирую общую ситуацию на рынке углеводородов есть о чем поговорить особенно на фоне последних актуальных рисков связанных с третьей волной к вида и третья причина прессинга на рубль это новые потенциальные финансово-экономические санкции со стороны запада сша и европейского союза в конце этой недели на саммите европейского союза будут обсуждать вопросы нового на санкционного пресса на российскую экономику и судя по всему решения будут приняты в сторону и в пользу того чтобы расширить вот этот санкционный список потенциальных мер все это вкупе приводит к тому что мы видим в моменте и по целям которые сейчас могут быть вполне реальными для пары доллар рубль это движение пары в район друзья 79 по 80 почему бы и нет хотя я видел очень много прогнозов экспертов которые предполагают что рубль легко может просесть и в район 95 но давайте не будем забегать настолько вперед потому что мы неоднократно слышали уже о высокой вероятности того что рубль может оказаться против доллара на юбилейной круглой а планки в 100 рублей за доллар но тем не менее этого не происходило но то что 80 это вполне реальный целевой ориентир если хотите краткосрочно поспекулировать на потенциальном сохранении давления на рубль сейчас друзья самое время что касается рынка нефти 60 81 это котировки бренда и конечно же это основная причина обвала цен на нефти это третья волна к вида которая все-таки накрыла европейский союз много раз я говорил что не бывает дыма без огня сам факт того что водится карантинные ограничения усиливаются меры характера который предполагает усиление социального дистанцирования локдауны это все то что наблюдается в странах европейского союза а италии о франции и вчера мы также говорили о том что германия пошла следом новые ограничения будут введены до пасхи фактически до 18 апреля и очень такая красочная метафора сейчас эксперты констатируют факт того что локомотив экономический европейского союза имеется ввиду прежде всего экономика германии сошел с рельсов это действительно так потому что новые локдауны которые накрыли ключевые регионы европейского союза очень сильно отразятся негативным образом на темпах экономического восстановления а если все это спровоцировать на то что происходит на рынке нефти то разумеется такие меры могут стоить для показателя на спроса падением больше чем на 1 миллион баррелей в сутки общая картина усугубляется проблемами друзья с вакцинами от астрозеники причем настолько сильно подорвано доверие к этому препарату что даже комментарии всемирной организации здравоохранения агентства лекарственных средств европейского союза о том что вакцина все же более эффективно чем рискованно для тех кто потенциально будет ее использовать и этого все равно оказалось недостаточно страны которые ранее отказались от ее применения не торопятся возобновлять использование этих препаратов в польше 70 процентов населения которые записывались ранее на укол прививку именно вакцины астрозеники отказываются ее применять потому что опасаются что именно их случай будет тем самым когда могут возникнуть побочные эффекты связанные с образованием тромбов конечно же нужно признать тот факт что вакцина от астрозеники на которую делалась чуть ли не самая большая ставка если мы посмотрим по долям закупки препаратов от модерны файзера и астрозеники на астрозенику приходился очень большой показатель и сейчас поскольку этот препарат фактически не применяется конечно же будут очень сильно буксовать темпы вакцинации и раз европа оказался в третьей волне к вида население без иммунитета в тот момент когда инфекция снова распространяется друзья реализуется самый и негативный пессимистичный сценарий когда мы снова уходим в плоскость разговоров того что мировая экономика по-прежнему продолжает существовать в условиях все еще актуальных рисков к вида и по прошествии более чем года ковид не отступает трейдеры считают что при этих рисках которые уже сложились мы на первом этапе можем наблюдать ровно то что было в те же самые месяцы друзья год назад когда тотальная паника и сброс рисковых активов привел а сначала к распродажам рисковой индустрии всего что имеет отношение к риску на финансовых рынках и потом с по мере появления разговоров от властей центральных банков а массивных экономических стимулов настроение стали улучшаться на данном этапе мы говорим о том что эта паника действительно бьет сейчас порт на риску это очевидно динамика нефти явное тому подтверждение ждем друзья заседания опек плюс который состоится фактически уже меньше чем через две недели посмотрим что скажут страны опек и если конечно же они согласуют увеличение нефтедобычи это будет страшная ошибка но я рассчитываю на то что все-таки к вида как тот самый фактор именно распродаж на рынке риска тот самый фактор который портит рыночное настроение в конце концов а все же отступит и астрозейника который не дали ранее зеленый свет ее эффективности все-таки будет доказано и страны которые планировали продолжать массовую кампанию по вакцинации все же смогут сделать это и дальше поэтому по рынку нефти ранее у нас была отложка эта отложка сейчас скорректирована до отметки 63 50 я все-таки верю в то что рынок нефти потенциально будет расти и случае восстановления бренда в район 63 и с половиной разумеется будем присоединяться к потенциальному сходящему ралли доллар 92 42 первое совместное выступление джанета елен и главы федрезерва джерома паула которое посвящено мерам поддержки экономики в условиях к вида паула отметил очередной раз что экономика далека еще от полного восстановления новые меры стимулирования потенциально возможны мать политика останется исключительно мягко елен рассказывал о том что сейчас нужно обязательно протащить реформу более высоких налогов потому что экономические стимулы которые были ранее приняты требуют подпитки финансовые денег взять а по сути в таких масштабах нет куда поэтому реформа корпоративного налога друзья это то что грядет и кстати если мы соотнесем именно ее выступление с реакции фондового рынка то конечно же фонда вчера после того как елен сделал акцент на повышение налогов локально просела но очень большая ставка сейчас делается на волшебников байдена который может в очередной раз из своей шляпы достать и новый план очередных а мер экономической поддержки особенно сейчас когда основа все заголовки средствах массовой информации забиты новостями о третьей волне а к вида нужно успокаивать рынке как это было в двадцатом году самое лучшее средство для успокоения это новые меры экономического стимулирования не просто так на рынке еще день назад а стали обсуждать и очередной пакет экономических стимулов на 3 триллиона от долларов чем больше сейчас будет новостей и внимание рынка сфокусирована на этой теме тем быстрее друзья мы увидим восстановление риска и снижение соответственно а курс американского доллара сегодня в 17.00 выступление паула и елен а в сенате но в принципе риторика будет а а той же самой по основным активам а евро против доллар 1 1840 друзья я сейчас принял решение выйти из короткой позиции по главному валютному риску и дождаться все-таки прояснение ситуации с к видной темы форс-мажорный фактор обстоятельства именно негативного воздействия на на перспективы экономического роста еврозоны из-за новых локдаунов в италии франции и германии это фон который нельзя игнорировать и поэтому на данном этапе я фокусируюсь на нескольких основных идеях это индекси доллара его продажи покупки фондового рынка и сын пище скотируется на отметке 3 900 на сдак держится в районе 13 тысяч пунктов в принципе те же самые уровни что и день назад покупаю золото которое сейчас на отметке 1732 и опять же новые экономические стимулы риск для инфляции пожалуйста фактор поддержки для от золота верю я в рынок драгоценных металлов и практически полностью уверен абсолютно уверен то что 1750 это уровни самых ближайших дней ну и рынок нефти который я отметил потенциально смотрю вверх и будут действовать лонговыми трейдами операциями после срабатывания отложки buy стоп с уровня 6350 на этом собственно все друзья хорошего вам торговой сессии всем пока